Беседа вторая, нареченная обсерваториум спекула, по-еврейски Сион. Что есть истинное блаженство? На чем оно твердо стоит? Конечно, камень Оны есть великий и дивный и единый. Лица Афанасий, Яков, Ермолай, Лангин, Григорий. Афанасий. Скажи мне, Григорий, эллины назвали блаженство благоразумие, а блаженно-благоразумный? Афанасий. Григорий. Ты же мне скажи, для чего евреи назвали Оныш светом, оно же солнце, воссияет вам боящимся имени моего солнца правды, Малахия? Афанасий. Не для того ли, что умное око, как свет и фонарь во тьме, предводительствует нам, когда блаженство ищем? А всякое сомнение и невежество есть тьма. Яков. Умное око есть нам вождь во всех делах. Неужели хорошая скринница и табакерка наречется у тебя свет и благоразумие? Григорий. Даймон или демон? Значит, дух видения? Видение. Даймон или демон. Каждый человек состоит из двоих противостоящих себе и борющихся начал и естеств, из горнего и подлого, сирич из вечности и тления. Посему в каждом живут два демона или ангела, сирич вестники и посланники своих царей. Ангел благой и злой, хранитель и губитель, мирный и мятежный, светлый и темный. Справьтесь, о други мои, с собою, загляните внутрь себя. Ей, сказываю вам, увидите тайную борьбу двоих мысленных воинств, наипаче при начинании важного дела. Вникните только и возникните надуманное. Надумное сердце вашего поля, всех океанов и всяких небес пространнейшее. В один час сколькие тысячи перелетает пернатых и молнии быстрейших дум ваших во все концы вселенной и во всю поднебесную присмыкающихся. Нет дела ни самого мелочного действия, которому бы не были они началом и семенем. Горнее духовополчение немолчно вопиет. Кто как Бог? Всякая плоть сена и ничто. Дух животворит Слово Божие. Внял ли ты рабу моему Иову? Ты, Христос, Сын Бога Живого. А дольнее в бездне сердечный противоречит. Нет Бога. Плоть и кровь все животворит. Зря ли чтит Иов Бога? Доходы то делают. Христос обманывает народы. Обе сии армии, как потоки от источников, зависят от таковых же, двоих своих начал, горнего и дольнего, от духа и плоти, от Бога и сатаны, от Христа и Антихриста. Великая и благая дума есть главный ангел, весть благая, совет правый, уста премудрые, язык новоогненный, благовестие мира, слово жизни, семя благословенное, слово спасительное и напротив того. Теперь скажи, Афанасий, бурятся ли твои мысли? Афанасий. Ей отгадал ты. Одна мысли вопиет во мне. Или скажу с пророком Захарею. Ангел, говорящий во мне, новое, неполезно возвещает. Сковорода. А неприязненный ангел хитро противоречит и шепчет, как Еве, вот что, тонко чересчур придет, не годится на рубаху паутина. Я живый сай недавно читал сие, полотно паутины откуд, и не будет де им в одеянии. Говорит о ветрогонах, получающихся тщетному, презревших полезное. И подлинно лета наши, как паутина. Яков. Я бедник из тех же законов, как зми из тех же цветов, не мед, но яд высасывает. А дьявол в той же Библии весь вкус из своего чрева, как паук паутину из собственного своего брюха, тончайшей и глажей шелка, выйдет, а не от Божьего Духа, как министра лжехриста, а не законного царя, которого Верховный Благовестник, вот чем хвалится. Мы же ум Христов имеем. Лангин. Я чувствую моих духа в борьбу. Ермолай. А во мне таков же спор тайно шумит. Яков. Сие и дивно, и не дивно. Дивно, что мало кто усердствует заглядывать внутрь, испытывать и узнавать себя, а не дивно, потому что непрерывная сия брань в каждом до единого сердца не усыпает. Во мне самом сердечный избыток или неисчерпаемый родник. От самого Рождества моего не родил ни слова, ни дела, чтоб начинанию его преисподних духов с небесными силами брань не предыграло, так как на небе борющихся ветров шум предваряет грядущую весну. Семь неприметно не было в юношеских летах. Буйные мои мысли презирали он и притчу. Всякий ремей про себя разумей. Странные редкости и ветреные новости отманивали их от вкуса, как он и так и сей общенародной речи. Хорош дом, но что лучше, как свой дом. Казалось, что в доме моем все для меня равно приятели. А мне и на ум не приходила онная евангельская, враги человеку домашней его. Наконец, усилившаяся, как пожар, в телесном домишке моем нестройность буйности, расточенных по беспутиям мыслей, будто южный ветер потоки собрала воедино, а мне на память и во внимание привела сказанная онная к исцелевшему бесноватому Слово Христово. Возвратись в дом твой. От того начала благоденствия моего весна воссияла. Итак, слово твое, Григорий, и дивно, и недивно, и новое, и древнее, и редкое, и общее. Однако благая во все мне дума, или скажу с патриархом Исааком, ангел мой похваляет слово твое, а клеветник нем. Ермолай. Ангел твой, о друг ты мой, Яков, который тебя сохраняет от всякого зла, не превращается, похваляя древнюю новость и новую древность. Все то невеликое, что не заключает в себе купно древности и новости. Если во времена Соломоновские не едали грибов, а ныне встал изобретатель он их, сие невеликое, ибо не древнее, а не древнее, потому что без всего люди живали древле блаженно. Что древнее, как премудрость, истина, Бог. Все дела не для всех, а сие, всем временам, странам и людям, столько для каждого нужное, сколько для корабля компас и кормила, а для путника Товии, наставник Рафаил. Премудрость чувствует вкус во всеслочайшей истине, а истина скрывалась в Боге и Бог в ней. Сие есть единый краеугольный камень для всех зиждущих храм блаженства, и премудрая симметрия для строящих ковчег покоя. Сие есть единая святых святейшая древность и древность. Но где ты мне опять найдешь сердце, управляемое компасом и телескопом веры Божией? Вот сия ж самая древность есть предивная редкость, новость, чудо. А хуляющий ее есть пакостник плоти, ангел сатанин. Не люди сему виною, но сердцами их овладевший хульный дух. Лангин. Да, вспомнил и я, что Христов наперсник называет закон его новым. Новую заповедь даю вам. Правда, что истина есть Соломонова притча. Брат от брата помогаемый и прочее. Есть также и русское. Доброе братство лучше богатства. Однако, сей необоримый град все презирают, и дружней любви адаман блистает весьма в редких местах. Вот тебе новинка. Но опять, когда привечный сей совет есть древнейшая всех тварей симметрия, и крепка как смерть любовь, ревностным со страстием всех миров системы связавшая и обращающая, тогда он же в послании своем нарицает его ветхим. Сам богачеловек, которого не подлый дух, по праху ползущий, как змей. Но вышний он и архангел, деве благовестит, нарицается новым адамом и ветхим днями. Бог любвов есть. Итак, немы да будут уста льстивые. Слово твое, Григорий, хулящее. Афанасий. А мне взошли на память гордые мудрецы, пышной плоти, с ругательством вопрошающие. Что есть сатана? Где он? Подай его, проклятого, сюда, мне в руки. Много ли у него врагов? Не правда ли, сказывает апостол? Хулия не разумеет. Судите, не они ли сами с рогами? И не забавны ли для сына Сирахова? Нечестивый, проклинающий сатану, сам клянет в свою душу. Умный в карточной игре лобет. Быть может, а благой и злой дух есть для них небыль. Вот тебе предверие и в лабиринт безбожие. Уничтожив ангельские чины, легко сказать, нет бога. Так как, затаскав по-филистимски живой воды потоки, сам собой становится источник неисследованным и невероятным. Яков. Оставь филистимов и хамов. Сяк Еремей про себя разумей. Не люди сему виною, но овладевший сердцами их дух клеветнический. Если в тебе человеческое сердце, сожалей, а если угодно, ревнуй и гневайся, но избегай вражды и злобной гордости с ядовитой насмешкою. Кто гонит человека за веру, есть самый главный Божьему человеколюбий враг, равен озлобляющему нищего за то, что не захотел Христа ради в милость у не принять одежды. Григорий. Григорий. По числу ангелов разделите весь род человеческий на два рода. На вышний и нижний, на правый и левый, на благословенный и отриновенный. Теперь можно всякого вопросить, наш ли ты или от супостатов наших? Какого духа ты? Нет здесь нейтральности по двойному роду людей. Вспомните евангельское распутие. Путь узкий и пространный, правый и левый. Жизнь наша есть путешествие. Левый через триумфальные ворота, через увеселительные перспективы из цветоносной луга, низводит в преисподнюю, прямо сказать, в грусть неусыпающих в душе червей. Правый во входе жесток и стропотен, впрочем, мало-помалу гладок, напоследок сладок, в исходе сладчайший. Так как всякое благое дело в зачатии и в корне горькое, а в половах своих сладкое, и севеши со слезами пжнут с радостью. Правым шествует род праведных за руководством ангела мирного, верного наставника, хранителя души тел наших. И как сам вождь их светил, так и род он и есть благоумный, благодуховный, благоуханный, а жизнь их есть вот то-то. Эфдиномия, благовоние, благовеяние. Какое дышит смирно, стакта и кассия. Отсюда родилось у нас слово благоговение. Отсюда у древних всякая благоспешная удача называлась диксиома. Десничье правой руки – дело, а люди, сыны света и десницы, например, Вениамин, значит сын десницы. Шуйский же род или левый. По всем он ему есть противен. Негодную подлость и у нас в Малороссии называют шуя. Без сомнения тоже, что шуя и чуть ли не отсюда родилось слово сие – ленив. Будь то левин сын, не десницын. Но я уже заврался. Вот вам для чего в эллинской древности блаженство наречено разумной. Афанасий. Ныне мне открылись сии Павловы речи. Примите меня, как ангела Божьего. Христово благовоние мы. И сам таков есть всяк, каковому ангелу прилепляется. Сии суй добрые девы. В благовонии мира твоего течем. Но ах, скудно их. Не пусто плачет о Еремея. Оскудели добрые девы. Род лукавый и прелюбодейный повсюду умножается. В сессии не войдут в брачный покой чертога женихового. Не знаю вас. Ермолай. Мне непрестанно в очах мечтается искуситель учителя нашего в пустыне. О бесстыдный. На кого не дерзнет наступить, когда козненные свои наветы не устыдился воздвигнуть на голову всех божьих мужей и пророков. Кинься вниз. Возможно ли, дабы повалился в долнюю грязь и подлость смрадную, сказавший истину сию, «Я от вышних». Кто свыше и в горнем рожден, никак не вмещая духов, отсылаемых в стадо свиное. Вы от нижних. Но опять, сколь приятен был ему ангел в саду, побуждающий его к высоте терпения, по благоволению и естеству горней отца его. Лангин. Конечно, тебе сад сии, где беседуем, навел такие мысли. И мне сии, перед нами цветущие крыны, сильные, дышащие, и обоняние наше фемиамом своего благоухания возвели на сердце сидящего на гробном камне Матфеева ангела, благовествующего мироносицам онного единого человека. Роль же его кто исповедует? Я цвет полевой и крыну дольный. Для стригущих гроб ангел мой ужасен, но для мироносиц сколь красен. Световиден, как молния и как крын, исполнивший воздух благоухания. Не оно ли моего тайна касается обоняния, услаждая горящий во мне склепый лукою сердце мое? Крылья ее, крылья огня. Полечу и почию. Афанасий. Нет, брат, постой, высоко не долетишь. Дыбы возможности обонять благоухание летленного онного человека, нужно нажить онный нос. Нос твой, как столб ливанский. Сим-то носом обоняет Исаак Ризы, сына своего Иакова. Потеряли было сей нос, и зато услышали вот что. О, несмысленные галаты! И костное сердце, остервеневшую луну, из земного человека каждое око видит. Безумный, как луна изменяется. До небесного оного человека, и поднимется из земли жизнь его, как первородной луны, не узрит, разве прибыстрые чувства. Тебе подобает расти, мне же, прибудет солнцем и прежде луны. Все те были безносы, которых вопрошает Павел, приняли ли Духа Святого? Мы где и не знаем, есть ли и что он значит. Хотя царедворец, однако без носа, был тогда, и Евнух тот, что спрашивал Филиппа, скажи, о каком человеке столь великолепно говорит Исаия? Не без толку у евреев не оставили в священнике безносых и кратконосых, лишенный чувства, обоняющего Христову благовония, и немогущий похвалиться, зная человека. Как может показаться другим невеждам сей огненок Божий? Соломоновская невеста, кроме похваляемого братом носа, имеет голубины очи. Сими благородными чувствами не дивно, что провидит нестареющегося оленя, высоко скачущего и прискакивающего по горам и холмам. Чувство праведных благоспешно. Яков. Носатых носатых валит. Ангел Божий, схвативший вверх за волосы Авакума Филиппа, может и друга нашего Лонгена поднять в горнее. Неужели думаешь, что он лыс? Думаешь так, а оно не так. Дух веры не прозорливая ли есть премудрость, не она ли есть блаженная седина и волосы оное? Волос головы вашей не погибнет. Не он ли восхищает и хор мироносец? Благоуханной мира Божьей веры в сердце их достаточны для благовестника повод, чтобы схватить и поднять их из ползания в горнее. Вера зрит неосязамого человека, и он не смотрит на тлень, кроме веры. Господи, отчет выизрят на веру. Сей благовестил сына и причистой Марии, сей и Захарии, но при эфемиаме же веры сей же обещает родителям израильского избавителя Самсона. Но и здесь действует негибнущий волос веры. Железо не взойдет на голову его. Сей же волосы и нетленные веры лучи украшали и озаряли и Моисееву голову, восхитили Еноха и всех он их с Павлом, поднял вас, как на крыльях орлииных, и привел вас к себе. Воплощенный ангел Павел хвалится, что и ему волосы головы помазал Бог духом Своим, так как Исаия, помазавший нас Бог, Дух Господень на мне, а как верует, так и благовестит ползущим стань спящий, так как Исаия некоему горестному книжнику, что ты здесь и что тебе здесь? То же, что евангельский ангел, что ищете, нет здесь, там его узрите, о, костное сердце, и восхищает их в горнее галилейское, где видевшие его поклонились ему, и тот невидим был им, тогда прямо увидели, когда стал невидим и не осязаем так, как когда исчез из глаз телесный друга моего болван, тогда осталось в моем сердце сердце его, как магнитный дух в стальном кольце, крепка, как смерть любовь, крылья ее, крылья огня, а когда плотская любовь столь сильно веет и гонит к смертоносным вожделениям, то равна и дух Божий любви жесток, как буря, шумен, как от вина, углием огненным и пламенем варит, как ад, сжет сердце, воскреляет и устремляет в горнее, жестоко, как ад, ревность, и так мило мне, когда признался Лонген, что рушит сердце жало ревности Божией и утробу ему так, как Лукей и Клеопе. Признаться ли вам, что и мою утробу трогает тот же пламень? Часто он угошается плотским жаром, но кто прямо вкусил красоты горнего человека, сил любви, ни вода многое угасить, ни реки потопить не могут, ни настоящая, ни грядущая, ополчится ангел Господень, простудит вавилонскую печь и избавит их, исчезнет сердце мое и плоть Григорий Все уже слышали мы о двоих началах, о двойном роде ангелов и людей, о двоепуте человеческой жизни. Впрочем, ныне сами доумевайте, что от всех же источников рождается двойной вкус в Библии. Добрый и лукавый, спасительный и погибельный, ложный и истинный, мудрый и безумный. Яков Нет, легче доуметь, как всем. Змей из той же коровы сосет молоко и преображает в яд, а человек слушает притчи, взбивай молоко и будет масло. Душевному человеку лотово пьянства, Давидова и Соломонова женолюбия смрад, яд и смерть, а духовному благовоние, еда, пища и жизнь. Вера горнее возьмет змея и не язвится, в печи не опаляется, в море не погрязает, яд и смерть ест и пьет, и оттого здоровая вот знамение верующим. Библия есть, не только корова, но и ад, и змей, и лютый поглощающий лев, но в жестокости сего льва находят Самсоном сот сладостей те, десница твоя примет меня. Сей дракон для таких целительный и дерево сладчайших райских плодов, но не тем полижут прах, как змеи, ползущие по земле. Тот сотрет твою главу, чудо израильское, где вера находит сладчайшую пачи меда и сота пищу, там тяжкосердую душу кусают песи мухи и шершни. Пошлю на них шершни. Афанасий Берегись, Яков, ты уже сделал Библию древним чудовищем, мучившим древле египтян. Имя ее сфинкс, девичья голова, а туловище львиное. Яков Не обынуясь, друг мой, сказываю, что она-то есть лев, обходящий вселенную, рычащий и терзающий, напавший на бедного читателя с левой стороны. Пропал он в адских ее челюстях. Ты же, о Израиль, встретит его, как мать, укроет его от зноя, успокоит в матерном лоне, ухлебит хлебом и напоит водою. Вода глубока, совет сердца мужа. Пьющий от воды сей, не вжаждется вовеки. Афанасий, так не она же ли есть и блудница оная у Соломона, за которой следом волочатся буйные молочики. Она горчайшая ада, бегут де, как олень, стрелой уязвленный в ятра, не знающий, что на душу свою течет. Куда она заводит их? О, лютый язык ее, зубы его, зубы львовы, убивающие душу. Яков, о, друг мой, отгадал ты, сета блудница. Слова потопные, язык льстив всей блудницы, она наводит всемирный потоп. Но вера сноем из негниющего зиждет себе безопасную храмину. Она по-римски ареа. Се есть имя Божие. Покрою тебя Божие начало. От всей блудницы спас ангел обручника. Иосиф, не бойся. Немного не попал мимо рахиль на прелаоку Илью. Ермолай, не отгадай ли и я, не Библия ли есть оные смертоносные источники, преображаемые Елисеем в спасительное, когда их осолил солью пророк, засорили их филистины. Яков, ты в самый центр попал, очищает их Исаак, осоляет Елисей, освящает, погружая в них Христа, притеча, а сам Христос притворяет безвкусную их воду в вино новое, которое веселит сердце человека, а Моисей горним жезлом разделяет и услаждает невкусную их горесть по Павловому, слово ваше добудет солью растворенное, о Боге похвалю слово, о Господе похвалю слово. Лангин Дух гадания тронул и меня, не она ли есть он и, что в Данииле семиглавый змей, жен и младенцев погубляющий, змей сей, которого создал ты, хоть он кит, хоть дракон, есть то Библия. Яков не излился ли на вас други мои дух он и от вышнего и зальет духа моего. Старцы ваши сны узрят, кто силен сии разрешить, если не будет Бог с ним. Дух веры все испытывает и все открывает. Сему змею в челюсти вместо соли вергает Даниил гемолку, пилюлю или котишок, тогда его аспида малая отрача повезти может. Ермолай Любезный мой котишок, что значит сей шарик? Или вопрошу тебя по-еврейски? Манна, что сие? Яков Он слеплен из смирной, из древесной шерсти и стука. Пошел прямо в брюхо змеина. Ермолай Говори, друг мой поскорее, не мучь меня, доколе возьмешь душу нашу. Яков Фу, разве не знаешь, кто был в челеве китовом? Ермолай Ах, ты теперь пуще мрачил меня. Яков Веровал, тем же заговорил. В сей шарике есть пресносущный центр пресвятой вечности. В храмах божьих изображается так на изображении равносторонний треугольник. В центре треугольника ока вверху альфа всякую тварь предваряет мега после всей твари остается и вита есть рождающаяся и исчезающая середина но поначалу и концу вечная седя троица есть единица три солнечные единства недревлещее око изображен треугольник внутри глаз вверху альфа слева мега справа вита ермолай не знаю что-то афанасий все улыбается афанасий треугольник твой якуша пахнет пифагором опасно чтоб ты не накодил и духом платоновским а мы ищем духа христова лангин и мне кажется будто запахли платоновские идеи яков пифагорствую или платонствую нет нужды только бы не идолопоклонствовал и павел и аполос суть ничто с аврамом ибо никто не благ григорий дайте покой пожалуйста не трогайте его он слово благое извлек из верующего сердца с верой грязь есть у бога дрожайшее чистого золота не на лица глядите судите вспомните вдовин пенясь не заключайте боговедение в тесноте палестинской доходят к богу и волхвы сирич философы единый бог иудеев и язычников единая премудрость не весь израиль мудр не все язычники тьма познал господь сущих его собирается всех четырех ветров вся для него есть аврамов только бы сердцем обладал дух божьей веры без кои и аваараам не мог оправдаться и никто иной единый дух веры оправдывает и племя и страну и время и пол и чин и возраст и разум иноплеменник наиман исцелился в Иордане где тщетно омывался необрезанный сердцем Израиль куда глупое самолюбие кланяетесь в храмах треугольнику изображенному неразумеющим онного живописцем а сей же образ у любомудрцев толком божества озаренные ругаете не сиели есть кланя нитесь тому чего не знаете не разживав хлеба сего Христова как можете притворить и присуществовать животворящий сок не сиели есть суд себе желать и смерть дабы исполнилось писание и дя удавился взгляните слепцы на божьи хлебы называемые просфора сирич приношения не видите ли что на одном из семи наверху его ложа треугольника вырезанного копием священничем раздробляемого и влагаемого уста причастником священник не пророк ли есть а пророк не любомудрый ли и прозорливый муж не министр ли и апостол божий из тех числа безвестную тайную премудрость твою явил мне ты научи беззаконных путям твоим не хлеб все есть но хлеб преосуществленный он есть дух божий тайна троицы и не вино стихийное не вино физическое но вино новое нетление вино христовой премудрости веселяющей сердца верных всего премудрости духа в хлеб си и вино если не вдунуть что осталось вкусить разве смерть смерть пасет их близко ты господи у стен их далече же от сердец их всего же ради пророк Даниил влагает в челюсть змеиную таинственный хлебец Афанасий какой вздор там хлебец в устах змеиных а у нас треугольник в хлебце не лепится что-то не могу согласовать Григорий куда ты друг мой остр и шаток в ругательствах а в разуме пророческих тайн сердце твое косне черепахи рожи хорошенько почувствуешь вкус там хлебец в голове змеиный а здесь треугольник в хлебе тот сотрет Афанасий воля твоя не лепится там в голове будто в горшке хлеб а здесь в хлебе хлебик треугольный хлеб и горшок разница Григорий о костный галат мой брат догадайся что змеина голова и хлеб есть тоже Афанасий боже мой си невместимо для сердца моего Григорий о любезное мне простое твое но неверное сердце Афанасий разжуй мне тогда могу поверить Григорий Библия не змеи ли есть выход и дверь ее не главизна ли книжная семь дней не семь ли глав семь солнц не семь ли хлебов не в силе хлебы вкидает Даниил хлебец он солнце положил селение свое тот сотрет твою главу солнце зашло прощайте хребет